Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Я приветствую вас на своем канале Мода и GD, мой канал о море и красоте, а также об умном шопинге. Я вижу, что у меня в основном женская аудитория. Сегодня я сделаю обзор некого бьюти-продукта, который меня впечатлил. Если вы смотрите мой канал достаточно давно и достаточно регулярно, вы знаете, что я человек, который, скажем так, не видит особой разницы между продуктом одной фирмы и продуктом другой фирмы, между продуктом, который стоит очень дорого и который стоит очень дешево. Именно об этом я стараюсь рассказывать в своих видео. На самом деле я человек, который, наверное, никогда не будет делать обзор каких-то конкретных марок в своих влогах, блогах на своем канале. Я, наверное, человек, который никогда не получит деньги за рекламу той или иной, допустим, марки одежды, потому что я просто покажу, расскажу и распакую в эфире. Кстати, недавно мне поступило одно предложение сделать подобную коллаборацию с одним магазином, который находится здесь у нас. И мне предложили, скажем так, безвозмездно воспользоваться, заснять всю одежду. Мне бы ничего не заплатили, но я бы просто вот эту одежду показала и рассказала, где находится этот магазин. Поскольку у нас туристическая зона, то фактически это была бы некая реклама. Ну а я бы получила безграничный, скажем так, доступ к одежде, которая в этом магазине была представлена. И хочу сказать, что я отказалась, потому как мне не очень понравилась выборка одежды, которая была представлена в этом магазине. Но сегодня я расскажу вам об одном бьюти-продукте, который мне очень нравится. Я умышленно не назову фирму, потому как считаю, что как человек, прежде всего, разбирающийся в ингредиентах, который умеет их читать, плюс-минус достаточно хорошо, я считаю, что подобный продукт вы найдете в любой марке. Но советую вам покупать недорогой вариант. У меня недорогой вариант. На тот момент, когда я покупала, это был самый недорогой вариант из, скажем так, этой категории продуктов. Также хочу сказать, что мой муж мне очень часто говорит, «Жена, ты так хорошо умеешь убеждать, ты даже кусок снега продашь в самую лютую зиму». И как человек, который на самом деле умеет убеждать, как мне кажется, я могу, не дрогнув ни одним мускулом на лице, прорекламировать тот или иной товар, будучи даже совершенно неуверенной ни в его качестве, никак просто я этого делать не буду, но я могла бы это сделать, то есть мне это удастся сделать. Поэтому я на самом деле никому не верю. И несмотря на свою внешность, мне кажется, если бы у меня внешность была, скажем так, не такая гламурная, я могу выглядеть очень и умею выглядеть очень гламурно, то, наверное, я бы была больше похожа на бабушку, которая сидит на скамейке и постоянно говорит о каких-то теориях заговора. Так, по поводу теории заговора, хочу вам сказать, что если бы я была производителем бьюти-продуктов, я бы совершенно точно в их ингредиенты включала некие полимеры, которые очень быстро сохнут. Недавно я говорила о том, как можно прекрасно разбавлять тушь. Я уверена, что тушь действительно после 3-4 месяцев начинает себя вести не так хорошо, как она себя вела, сразу, как мы только открыли бутылек. Это связано с тем, что она сохнет. Но сохнет, я убеждена, она специально, в нее что-то добавляют. Есть, я думаю, специальные полимеры. Также и с этим продуктом. Что это такое? Это некий продукт на восковой основе, который я использую для макияжа бровей. Я его купила перед отъездом на море, потому как изначально использовала для макияжа своих бровей, которые видны из космоса. Мне очень нравятся в макияже именно брови, потому как я считаю, что все остальное лично мое лицо утяжеляет. Поэтому я делаю только брови, которые видны из космоса, и ресницы, которые я называю слившимися. Ресницами мне вот идет такой рисунок, немножко загнутый сюда, но ресницы для многих, они просто у меня слившиеся. Но самое главное нравится себе, мне кажется, это очень важно. Соответственно, забыла, о чем я хотела сказать, пока себя нахваливала. Так вот, вспомнила, я говорила о том, что я использовала ненужные тени, и всем расхламистам говорила, что ненужные тени прекрасно работают, как, в общем-то, некий корректор для наших бровей. Но уезжая на море, я знала, что будет очень жарко, я знала, что будет очень большая влажность, и часто я буду ходить в бассейн, а даже в бассейне мне хотелось быть с шикарными бровями. Поэтому я купила для себя вот такой продукт. Это специальный продукт для бровей. Он, повторюсь, на некой восковой, наверное, основе. Похож по своей консистенции на плотную пудру, на плотную, плотные румяна такие бывают. Ну, в общем, база у всех этих продуктов одна. Она позволяет продукту, скажем так, не растекаться, держаться дольше. Такой продукт найдете вы в любом магазине, даже в супермаркетах. Эти продукты в линейках, вот фирм, которые продаются в супермаркетах, стенды выставляют, там тоже есть такие продукты. Но в супермаркетах у нас, вот, например, фирмы, которые выставлены, они стоят несколько дороже, чем вот эту, которую я нашла в парфюмерном магазине. Итак, почему я решила сделать обзор этого продукта? Я заметила, что со временем он стал, скажем так, плохо ложиться. Это связано с тем, что он стал засыхать. Соответственно, я его очень хорошо вот так кисточкой повозила, здесь повозила. И он, в общем-то, принял свою хорошую консистенцию. Поэтому хочу вам сказать именно в этом видео, что вот такой продукт на восковой основе, он очень долго длящийся. Мне однажды понравился L'Oréal продукт тату, тоже для бровей. Очень хорошо держится. Я сделала сводчи на руке, и они очень долго не смывались. То есть он бы мне подошел. Но он стоил 16 евро, возможно, даже 18 евро. И я уже говорила, что когда вы покупаете карандаш, он был сделан в виде карандаша, в виде некого фломастера, вы никогда не знаете, сколько грифеля, сколько, скажем так, продукта может быть внутри. Как правило, его очень мало. Поэтому я советую выбирать вам либо специальный тень, если вы любите делать брови, либо вот такой продукт. Он, повторюсь, очень хорошо держится. Он не стекается, не стекает, не растекается при той влажности, при той жаре, которая у нас есть. Это очень важно. Поэтому такой продукт я рекомендую. Пожалуйста, если начинает у вас засыхать, не бойтесь, скажем так, хорошенечко его поковырять кисточкой, мягкой основой кисточки. А все, что останется на кисточке, потом вот так на бортик сдвиньте, и у вас будет продукт, он снова окажется в вашей баночке. Мне кажется, этот продукт меня переживет. Хочу еще сказать по поводу этого продукта, потому как считаю, что на него можно все-таки потратиться и выделить точнее место в своем шкафчике, где вы содержите какие-то бьюти-продукты. Этот продукт, он также прекрасно может служить вам подводкой вместо карандаша. Соответственно, это некое два в одном. Вообще, повторюсь, если мы посмотрим на ингредиенты очень многих продуктов, мы увидим, что ингредиенты одинаковые. И вот, например, вот такой продукт и продукт для подводки, он тоже бывает продается не в виде карандаша, а в виде специальных теней. А это, в общем-то, одна и та же вещь, но в силу маркетинга, которая позволяет производителю, прежде всего, продать больше продуктов, соответственно, заработать несколько больше денег. Повторюсь, вот на такую кисточку плоскую, на нее бы я тоже потратилась, вы сможете прикрасить эту кисточку именно для, если не ошибаюсь, для того, чтобы делать стрелки. И, соответственно, вы сможете подводить в нижнее веко, вы сможете, наверное, даже рисовать какие-то стрелки. Возможно, какие-то графичные стрелки этим продуктом вы, безусловно, не нарисуете, но подводку карандашом вот такой продукт вполне сможет заменить. Поэтому, резюмируя такой продукт, я советую девушкам, кто рисует себе брови, кому нравится макияж бровей, кто считает, что может обойтись, скажем так, только бровями, как в моем случае, этот продукт действительно хорошо держится. И, повторюсь, вы можете покупать любой продукт аналоговый, в недорогой. По моему бы совету, я бы могла дать такой совет любой девушке, который пойдет себе выбирать, искать такой продукт, выбирайте самый-самый недорогой. Если начинает плохо ложиться, помешайте внутри кисточка, он принял свою консистенцию, скажем так, слой, который сверху высыхает, он смешается с тем, который еще не высох. И уверяю вас, что я найду через какое-то время, если он будет очень сильно подсыхать, я думаю, что он будет подсыхать, я думаю, что что-то добавили, то, соответственно, я уверяю вас, что я найду способ его чем-нибудь размазать, точнее, разбавить, чтобы он снова ложился хорошо, и, возможно, он станет даже ложиться лучше, потому как по поводу туши, хотела сказать, я разбавила недавно тушь себе зубной пастой, и уже получаю комментарии, что многие мои зрительницы так сделали, и очень довольны результатом. Я вам действительно хочу сказать от себя лично, что моя тушь ведет себя после разбавления зубной пастой лучше, чем, скажем так, прямо вот при самом открытии, потому как она лучше ложится. Повторюсь, я убеждена, что в эти продукты что-то добавляется, чтобы они очень быстро теряли свое свойство, чтобы мы пошли себе и купили. И красота, а также наша молодость, это те вещи, на которые мы готовы тратить очень-очень много денег, и маркетологи об этом знают. Скоро я выпущу видео, сколько стоит быть красивой, не пропустите его. Если это видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ну, в общем, все традиционно. Увидимся очень скоро. Это была Яна Скворцова со своими шикарными бровями, которые видны из космоса. Всем хорошего дня. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok